Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами небольшой обзор советских мельхиоровых приборов. Но, кстати, здесь затесалось несколько и антикварных мельхиоровых приборов. Итак, давайте посмотрим вместе. Перед вами две конфетницы. Вот так мы их поставим рядышком. Это Таллинский ювелирный завод. Мельхиор с посеребрением. И, вероятно, золочение тут тоже присутствует. В прекрасном состоянии. Есть клейма. Довольно популярные предметы сервировки стола в советское время. Это конфетница. Уже московский ювелирный завод. Круглые формы. Более глубокая. Тоже есть клейма. Мельхиор посеребрение. Прекрасное винтажное состояние. Это солоночка. Такие солоночки во многих домах есть. Мельхиор посеребрение. Есть клейма. Прекрасное состояние. Интересная ложечка. Это кольчугино. Мельхиор с посеребрением. Пятидесятые годы. Ложечка для заварки. Три чайные ложечки. Довольно непривычный такой декор у черенков. Это кольчугино. Мельхиор с посеребрением. К чайному столу подойдет вот такое блюдечко для лимона. Тоже мельхиор с посеребрением. И есть клеймо. Очень красивые столовые ножи. Клеймо ЗИЖ. Старенькие. Пятидесятых годов. Прекрасное состояние. Посмотрите, какое состояние полотен. Вот три очень старенькие ложечки. Это ЗИЖ. Это клеймо Белмет. А это платиноприбор. Тоже все мельхиор с посеребрением. Две одинаковые вилочки для лимона. Клеймо ЗИЖ. Мельхиор с посеребрением. Прекрасное винтажное состояние. Вероятнее всего они не были в использовании. Комплект столовых ложек для первого. Пламя. Честно говоря, не разобрала клеймо в виде барана. Может быть ошибаюсь. Посмотрю еще. Уточню. Ложечки в прекрасном состоянии. Обратите внимание на вот эти две вилки. Они в прекрасном состоянии. Клеймо Гейс Линген. Глубокое посеребрение. Где-то конец девятнадцатого. Начало двадцатого века. Три большие ложки и чайная ложечка из одного комплекта, судя по черенкам. Клеймо WMF Германия. Прекрасные ложки. Целый набор шесть штук в прекрасном состоянии. Старые, пятидесятые годы. И вот посмотрите на клеймо. Так, не хочет брать фокус. Вот так. Здесь набор из четырех чайных ложечек. Старое пламя. Вот с таким клеймом. Перед вами коньячный набор. Мельхиор с посеребрением, золочение. Вероятно, это уже может быть даже постсоветский период. Может быть, начало девяностых годов. Перед вами набор для десерта. Это ложечка для торта. Шесть вилочек и пять чайных ложечек. Чайно-кофейных. К сожалению, одной не хватает. Это мельхиор с посеребрением и золочением. Таллиннский ювелирный завод. Набор в прекрасном винтажном состоянии. Три ножа. Ножи для масла. Клеймо Кристофель. Глубокое посеребрение. Ну и, наконец, перед вами чайные ложечки. Все самые разные. Даже не буду перечислять клейма. Посмотрите сами. Какие красивые, интересные ложечки. Ну, вот это Киев старый, например. Есть ложечки для соли, для специй. Вот это четыре ложечки. Это Таллиннский ювелирный завод. И вот эта ложечка тоже Таллиннский ювелирный завод. И, наконец, последний предмет в нашем сегодняшнем обзоре. Вот такой половник. Черпак, мельхиор с посеребрением, воронение, состояние совершенно новой вещи. Это кольчугина, новое пламя. Дорогие подписчики, более подробную информацию о представленных предметах, а также другие мои винтажные находки, вы найдете на моей странице Авито. Ссылка будет в прикрепленном комментарии или в шапке профиля. Ну, а пока я прощаюсь с вами. До новых винтажных находок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...